Мы продолжаем знакомиться с серией золотых монет с президентами. По мере того, как происходит чей-то день рождения, я достаю монетку и знакомлю вас с очередным президентом. Они не обязательно по порядку, но в течение года должны, по идее, все выйти на свет. Итак, вот сегодня мы вспоминаем Уильяма МакКинли. Это был 25-й президент США, один из самых успешных президентов. Родился он как раз 29 января 1843 года, 171 год назад. Уильям МакКинли родился он в Нейлсе, это штат Агайя, США. Семья была простая, но не без слова. Когда началась гражданская война, Уильяму было 18 лет, и он завербовался волонтером в пехотный полк. Воевал в Западной Вирджинии. После увольнения из армии в 1865 году стал изучать право, а в 1867 году организовал юридическую контору. В 1869 году он был избран окружным прокурором, с 1877 по 1883 годы являлся членом Палаты представителей, а с 1884 по 1891 годы членом Конгресса. С 1891 года по 1895 годы занимал пост губернатора штата Агайя. В 1891 году он выдвигал свою кандидатуру на выборах президента, но проиграл. Следующий президентский выбор, состоящийся в ноябре 1896 года, принесли ему победу. 7 миллионов голосов против 6,5 миллиона за его оппонента. Во время предвыборной кампании МакКинли много ездил по стране с выступлениями, встречался с делегациями. Став президентом, он действовал в интересах промышленников, стремился к открытости, общался с прессой, с народом, принял закон о золотом стандарте, положив конец многолетним спорам. В 1900 году был избран на второй срок. 6 сентября, однако, 1901 года, во время визита на подамериканскую выставку Буффало, штат США, он был ранен анархистом. И 14 сентября 1901 года скончался от гангрены. Вот такой был интересный человек. Человек, президент. Ну что ж, есть немножко времени на тему президентов, что ли, как бы, на тему американцев, немножко вспомнить анекдотов. Мистер Буш, имеете ли вы доказательства того, что Ирак обладает оружием массового поражения? Да, мы сохранили чеки, подтверждающие оплату. Из инструкции к микроскопу США. Внимание, объекты на самом деле значительно меньше и безопаснее, чем кажется. В американской школе проходит встреча Джорджа Буша со школьниками. Встает маленький Джо и говорит, господин президент, у меня к вам два вопроса. Первый, почему вы победили на выборах, когда подсчет голосов показал, что победил Альберт Горр? И второй, почему мы напали на Ирак, хотя он сам нам не угрожал, раздается звонок на перемену. На следующем уроке встреча продолжается. Встает другой мальчик, уже маленький Боб, и говорит, господин президент, у меня к вам четыре вопроса. Первый, почему вы победили на выборах, когда подсчет голосов показал, что победил Альберт Горр? Второй, почему мы напали на Ирак, хотя он нам не угрожал? Третий, почему звонок прозвенел на 20 минут раньше? И четвертый, а где маленький Джо? Пожар в Техасе, в школе. Кидай мне детей, я их буду ловить, крикнул один пожарный другому. Окей. А ты что негров-то не ловишь? О, блин, фак, а я думал, нахрена ты мне горилок кидаешь? Секрет американской улыбки в Биг Маках. Это какую же варочку надо иметь, чтобы их кусать? Ну что ж, пожалуй, на этом все. Спасибо за внимание, до свидания.